В театре юного зрителя «Аншлаг» для гостей играет премьерный спектакль «Солнце, муха, крокодила». На театральных подмостках ожили любимые сказки классика детской литературы Корнея Чуковского. «Муха-цокотуха», «Телефон», «Краденое солнце». На сцене всем известная «Муха-цокотуха», а с ней таракашки и букашки и заветный самовар. Гости спектакля смогли по-новому посмотреть на героев детства, ведь произведения Корнея Чуковского знакомы каждому из нас, но каждый раз мы понимаем в них что-то новое. «Знаете, ну вот мы их знаем, их и знаем, а они для нас открылись в каком-то в другом виде, в другом цвете, в другом смысле даже. И то, что они от нас открылись в другом виде, в другом смысле, от этого интересно нам было делать этот проект, интересно играть в спектакль, интересно донести до детей, до взрослых, какие-то новые наши видения, какие-то новые наши фантазии на эту тему». Готовили спектакль несколько месяцев. С весны по осень режиссер с артистами проделали кропотливую работу, тщательно продумывали сценарий, выбирали декорации и костюмы. Название «Солнце, муха, крокодил» подобрано не случайно. Зритель сразу понимает, какие произведения будут в спектакле и какие герои его ждут. «Самое немаловажное, что в этом названии есть юмор, потому что небольшой театр без юмора – это не небольшой театр, потому что относиться к себе с юмором и вообще к жизни, и всегда нести какой-то оптимизм и позитивные ноты – это вот все-таки одна из миссий небольшого театра». А другой миссией театра юного зрителя является дарить улыбки и эмоции своим гостям. Дети с восторгом встречают героев детских сказок и лично участвуют в спектакле. «Нам думается, что зрители вот в этом пространстве, вы видите, что здесь зрители сидят просто в эпицентре действия, не остаются равнодушными, потому что они также находятся в этих событиях, они также прочувствуют все, что будет происходить с артистами и, наверное, даже в какой-то степени сами станут какими-то участниками спектакля». Также для гостей подготовили выставку, выполненную юными художниками по произведениям Корнея Ивановича Чуковского. Проект реализуется благодаря гранту, предоставленному Российским фондом культуры по федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Управда ТВ.